Привет, друзья! И все-таки, стоит ли нам подстраивать себя под европейские стандарты? Нет, мы русские. У нас другое воспитание, другой менталитет, в отличие от них. Вот, даже вот одно предложение может звучать по-разному, как для нас, так и для них. Вот, пошел брат за брата. Вот у нас что? У нас сразу стрелка, кровная месть. Брата кто-то обидел, а у них? Пошел брат за брата. Ну и инцест, грубо говоря, инцест, голубизна. Это у них норма. Это для нас дикость, это для нас неестественно, безобразно. Так что, тут да. Вот у них даже вот, у нас спросили у школьника, откуда берутся дети. Он скажет, откуда. Он потому что знает, они в школе изучают пестики, тычинки, размножение, полигамность, моногамность. А вот спроси у европейского ребенка, откуда берутся дети. Мы даже у взрослого. Многие скажут, из детома, откуда еще? Откуда может однополая пара взять ребенка? Так что, видите, у нас пока еще человечность, пока природа у нас еще играет. То, что, как говорится, заложила мать, природа в нас. В нас это существует, живет. Пока в школах у нас преподают пестики, тычинки, женщины, мужчины. Мы будем жить нормально, заводить семью, рожать детей, заниматься сексом с женщиной, ну или с мужчиной, относительно, если бы это женщина. Ну, то есть с противоположным полом. Так что, друзья, поддерживаем движение Россия. Я русский. Но, в последнее время, Россия это многонациональная страна. У нас все чаще стали окей, окейушки, салам, барэвдзес, михау, и все прочее. То есть у нас уже многоязычный народ. Страна такая многоязычная.